Название мы пока поменяем, потому что нам надо двигать бренд в данном случае, а не вот это супер слово, которое я рассказывал. Зубные щетки SELECT. Какие группы у нас появились? Мы зубные щетки естественно поднимаем наверх. Ёршики ORIGIN, Ёршики SOFT. Ну то есть в ORIGIN будут и угловые и прямые, а здесь будут прямые. Гели, зубные нити, аксессуары для ёршиков и щеток. Ну давайте хорошая группа. Надо посмотреть, как она на сайте. Внимание. Видите, да, что было. Обращая внимание на вот это меню, мы теперь обновляем и у нас получается новое меню. Потом мы его подгоним, чтобы оно было все в строчку. Вот, допустим, в геле с фтором я бы дописал, а вот здесь надо явно сократить аксессуары. Я бы вот так лучше сделал аксессуары и маркетинг, потому что и запихал бы в эту группу аксессуары и маркетинг. Вот и все. Значит, фотку удаляем, загружаем другую. Ой, пролетели. Есть такая группа, действительно. Вот сколько их всяких. Вертикальную, да, какую-нибудь. Вертикальную фотографию. Ни одной нет. Значит, какие у нас более-менее. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это наиболее вертикальную. Смотрим. Так, зубные щетки, зубные щетки, зубные щетки, профи, детские. Может быть, слово зубные вообще поубирать из всех категорий. Вот в чем прикол. Ну, люди еще зубные щетки. Потому что глаз, конечно, режет. Да, попробуем. Сейчас мы сделаем. Да, конечно, получше. Все понятно тогда. Так. И проверим на отображение буквы Ё. Все, она линейная. Это можно дописать. Да, она может быть длиннее. Видите, как интересно. Смотрим. Детские щетки их назовем. Конечно же. Кто будет искать зубные щетки детские? Никто. Можно проверить потом, если интересный запрос. Детские. Детские щетки напишем просто. Почему-то они здесь у нас не отобразились. Делаем так, чтобы отобразились. Так. Возвращаемся. Итого, значит, селект. Детские щетки. А, мы здесь не обновили страницу. Да, значит, межзубные убираю. Пишем Ёршики. Ориджинал по-английски. Вот, самое правильное. Ёршики софт, конечно же. Ёршики. Ёршики. Вот так написать нужно. Ну, посмотрим сейчас. Это уже, на самом деле, подгонка такая техническая. Но меню важно сделать. Значит, щетки селект, щетки профессиональные детские щетки. Ёршики ориджинал, Ёршики софт, мягкие. Гели с тором, зубные нити. Видите, как у нас менюшка подравнялась. Значит, теперь уберем вот это. Скребок для языка флос-лента. И посмотрим, какие группы у нас остались. Потому что, в принципе, все. Это мы поднимаем. Аксессуары маркетинг. Значит, скребок у нас будет в профессиональных щетках. А какие у нас группы еще остались? Индикаторы налета. Вот мы ее и переделаем как раз. Прекрасно. Индикаторы. Угу. Налета. Добавляем картинку. Индикаторы налета. Ну да и, конечно, идеально, чтобы было два продукта. И жидкости, и таблетки. Вот. Так, отлично. Теперь посмотрим, куда мы ее поместим. Савер-маркетинг. Щеткий селект. Щеткий профессиональный индикатор. Налета, по идее, на самый верх. Сделаем расческой меню, чтобы читались лучшие длинные кусочки текста и короткие. Что нам для этого надо сделать? Нам нужно поменять ершики софт и оригинал местами. Это такое тоже уже, на самом деле, вылизывание. Но мы сразу сделаем. Угу. И зубные нити, гели с фтором. Демонстрируем. Во, прекрасно. Индикаторы налета. Щетки селект. Щетки профессиональные. Детские щетки. Ершики софт. Ершики оригинал. Зубные нити, гели, аксессуары маркетинг. Изи пики. Вот индикаторы налета, конечно, нужно убрать. Ершики силиконовые. Изи пик. Да, вот что мы напишем. Посмотрим, вот длинное название нормально будет или нет. Потому что это фокусный продукт. Потому что это фокусный продукт. Ну, это вот как услуга какая-то, которую вы продвигаете. Например, имплантация зубов. Картинка. Заодно проверим. Аксессуары есть у нас. Патент тут втесался. Как-то еще. Баннеры. Что за баннеры? Понятно. Это крупные картинки для оформления страниц. Тоже очень хорошая штука. Гели есть у нас. Ершики есть. Изи пиков нет. О! Раз, картинка подходит вообще идеально. Ну, вот тоже, кстати. Так. Продолжение следует...